Социальное недовольство в 2018 году достигло своего максимума за последние 5 лет. И без того сложную социально-экономическую обстановку России подогрели пенсионная реформа, повышение налогов, цены на бензин и выборы, на которых многих тащили почти силком, для повышения явки. Всего в 2018 году прошло 2526 протестной акции, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большинство людей хотят смены власти и смены курса, но все по-разному. Небольшая часть видит кризис в России как часть общемирового кризиса, наши проблемы как проблемы общие для капиталистической системы в целом. Эта часть, если выражаться политологическим языком, леворадикалы. Леворадикальные течения разнообразны, но все они отрицают рыночные механизмы как эффективный регулятор экономической жизни. Добрая половина людей верит, что капитализм в принципе как система очень даже ничего. Вы только посмотрите на Германию, как там живут люди, какие там большие зарплаты, как там все красиво. Особенно если смотреть на Германию из окна туристического автобуса и не смотреть на цены в магазинах, которые, кстати говоря, там тоже большие. Эти люди помнят, как неплохо жилось в начале 2000-х годов, верят в принцип сменяемости власти. Дескать, власть надо раз в 8 лет менять и будет все хорошо. Вот пути на свое время не поменяли и пошли проблемы после 2008 года. Но если говорить серьезно, строго научными терминами, то это центристы. Именно эту силу пытается оседлать Алексей Навальный со своей политической программой, которая декларирует социал-демократические ценности. И последняя группа отрицает окружающую их действительность с ультраправых антифторитарных позиций. Это либертарианцы. И именно о перспективах этого политического течения мы сегодня с вами и поговорим. Либертарианство Либертарианство – это достаточно широкий набор политических философий и движений, которых объединяет принципы ненасилия, невмешательства государства в экономику и в личную жизнь граждан. Наиболее распространенные течения либертарианства – это анархокапитализм и минорхизм. Либертарианцы – это в основном молодежь, атеисты, приверженцы критического мышления и научного взгляда на мир. Что же, и я тоже молод, слежу за новостями науки, подписан на добрый десяток научпоп-пабликов. Однако к анархокапитализму отношусь скептически. И сегодня я расскажу вам почему. Либертарианцы считают, что государство нарушает естественные рыночные механизмы, поэтому его влияние на экономику и личную жизнь граждан должно быть минимизировано, а в лучшем случае устранено полностью. Армия, суды и все прочие государственные учреждения должны стать коммерческими предприятиями и работать на конкурентной основе, в отличие от государственных монополий. Откуда берется представление, что все коммерческое – это хорошо, а все государственное – непременно плохо? Ну, в основном из личного опыта. Сидите вы такой в государственной больнице, все очень долго, стены обшарпаны, а врач вообще грубит. А потом приходите в частное кафе или магазин одежды. Красивая обстановка, продавцы вежливы и стоят в очереди не нужно. Кому вообще нужны эти государственные предприятия? Пускай все будет частное, эффективное и красивое. Вообще, экономистами неоднократно ставились эксперименты по сравнению эффективности государственных и частных компаний. Они не выявили повышения продуктивности труда сотрудников при переходе их предприятий от государственной к частной собственности. Также показательным здесь является пример системы здравоохранения США. Построенная на основе коммерческой медицины, она показывает удручающие результаты, съедая при этом рекордное количество средств. Вместе взятые государственные и частные медицинские расходы на душу населения в год в США составляют 9451 доллар, что больше затрат Франции в два раза, а Италии почти в три. Ссылку на исследование вы можете найти в описании к этому видео. Конкуренция, конечно, вещь хорошая. Она заставляет производителей снижать затраты, отпускать товар с минимальной наценкой, улучшать логистику и так далее. Однако, либертарианцы идеализируют эту составляющую рыночной экономики и забывают одну очень важную деталь. Капиталисты делают издержки минимальными, а сервис максимально высоким для того, чтобы увеличить свою прибыль. Они расширяют свой бизнес не для того, чтобы вам было приятно, а для того, чтобы победить в конкурентной борьбе. Идеальным завершением такой борьбы является монополия. Билл Гейтс не даст соврать. Таким образом, конкуренция, как таковая, уничтожается самими капиталистами, а не государством. Сами капиталисты несут взятку чиновникам для того, чтобы получить преимущество на рынке, а не наоборот. Государство не ходит по предприятиям с протянутой рукой и просит «дайте взяточку, подайте, пожалуйста, взяточку». И я сейчас открою страшную тайну, но государство борется за сохранение конкуренции. Так, в 2015 году Федеральная антимонопольная служба составила больше 9 тысяч дел о нарушении ФЗ-135 о защите конкуренции. Причем по большинству дел проходили субъекты малого и среднего бизнеса. Вот это поворот! Согласно представлениям многих либертарианцев, против уничтожения государства выступают социалисты, госработники, но никак не коммерсанты. Но по факту это не так. Владельцы крупного капитала понимают всю пользу и незаменимость государства. Во-первых, частные армии попросту не смогут дать эффективный отпор неприятелю. Частные военные компании хороши для небольших диверсий и локальных операций. Для полномасштабных войн они не годятся. Допустим, каждая корпорация приведет свой военный корпус на войну. Но зная страсть эффективных менеджеров к экономии, смею предположить, что они будут пытаться заставить солдат-конкурентов идти в атаку, а своих оставить в тылу. В результате наступит тотальная дезорганизация армии и как следствие поражение. И в результате собственность наших дорогих анархо-капиталистов перейдет в руки капиталистов из других стран, которые не уничтожили свои государственные структуры. Откуда я это знаю? Ведь не было еще в истории ни одной полноформатной войны с использованием частных армий. Да, не было, но скажем, опыт средневековья нам в помощь. Ведь феодальные дружины как раз и похожи на такие частные армии. У каждого рыцаря своя дружина со своим нестандартизированным вооружением, а в голове свои интересы. В итоге во всех крупных сражениях, столетней войны, к примеру, французские рыцари проиграли англичанам, хоть и имели численное превосходство. Во-вторых, современная военная техника стоит миллионы долларов. Такие суммы неподъемны даже для крупных компаний. Только государство может с помощью налогообложения собрать нужные суммы и содержать мощную боеспособную армию. И еще раз подчеркиваю, владельцы крупных корпораций прекрасно понимают это, поэтому они встанут первые против либертарианской революции. Коммунизм не работает, это утопия, говорят нам либертарианцы. Вон, смотрите, все революции в 20 веке закончились крахом и реставрацией капитализма. Хорошо, но революции-то были, некогда социалистический блок простирался аж на половину земного шара. Да, в итоге социализм потерпел крах, но Советский Союз просуществовал больше 70 лет, и многие достижения, такие как 8-часовой рабочий день, пенсия в 60 лет, государственная система медицины до сих пор воспринимается большинством как неотъемлемое право, и вспыхивают настоящие восстания, когда эти права пытаются отнять и вернуть нормы 19 века. А революций анархокапиталистических не было, и не было даже намека на них. Если, скажем, анархокоммунист Махно смог на какое-то время составить конкуренцию белым и красным в годы гражданской, анархосиндикалисты Испании могли сопротивляться фашинству Франко с 1936 по 1939 годы, то анархокапиталисты пропустили все революции 20 века. Но несмотря на то, что либертарианских революций не было, и у нас нет понимания, как это будет выглядеть на практике, мы можем использовать несколько примеров из новейшей истории и ответить на наши вопросы. Золотая лихорадка и дикий запад США. Территории обширные, неосвоенные. Здесь за порядком следили шерифы, которых выбирали сами жители и частные охранные компании. Все люди носили оружие, а государственное вмешательство было минимальным. В общем, настоящий рай для либертарианцев. В 1877 году компания Murphy & Dallon и английский предприниматель Джон Танстелл не поделили рынок мясной продукции в округе Линкольн, наняли частные охранные компании и в итоге действий частного правосудия сделали 60 трупов. Вообще, бытовые и коммерческие конфликты были на Диком Западе достаточно частым явлением. Многие представители закона были убиты, пытаясь навести порядок. Только в Техасе за 10 лет, с 1969 по 1978 год, шерифов и других представителей закона было убито больше 100 человек. Затем пришел крупный капитал, понастроил железных дорог, привел за собой мощное государство, стрелять перестали, рай закончился. Да, и вот еще. Именно так выглядит экологическая программа анархокапиталистов. Дать рынку регулировать популяции животных, а не каким-то там зеленым активистам в сговоре с государством. Кто не знает, это бизоны. Коммерческий промысел на них и отсутствие регулирования со стороны государства привело почти к полному исчезновению 70-миллионной популяции. Также наглядные иллюстрации либертарианства в действии могут служить 90-е годы в России. И хоть Михаил Светов всячески открещивается от этого периода нашей истории, однако если мы посмотрим повнимательнее, минимальное вмешательство государства в экономику, минимальные налоги, минимальное социальное обеспечение, а бандитские группировки, это же и есть частные охранные агентства, которые конкурируют за рынок охранных услуг. Ну и наконец Ливия, где после свержения кровавого диктатора Каддафи развалились практически все государственные структуры как таковые. В 2017 году либертарианский рай дал о себе знать. В Триполи открылся крупнейший рынок рабов. Настоящая победа свободного рынка и предпринимательства. А кончится это так же, как и везде. В результате конкуренции на рынке победит одна из охранных компаний. Она и станет монополистом на рынке охранных услуг. Установит единые для всех правила и оплату. Налоги. Это и будет новое государство. Итак, итоги. Либертарианство это философия, не имеющая практического применения. Либертарианцы не могут сформировать мощную революционную силу, так как стоят на позициях индивидуализма. Современные мировые проблемы рождены противоречиями самого капитализма, а не государствами. Демонтаж государства не только не решит эти проблемы, но и в какой-то степени усугубит их. Монополизация рынков это естественный процесс, который заложен в самой основе капитализма. Конечно же, я рассказал не все, только самое основное. Поэтому вы можете дополнить мой рассказ в комментариях. Кто не согласен с моими выводами, тоже welcome. С вами был Василий Садонин. Это проект «Выход есть». Да пребудет с вами логика, да пребудет с вами знание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok